всем привет вы на канале дома как дома и сегодня вместе с вами мы приготовим турецкий рецепт котлет который называется кадын буду если это перевести на русские то это получается женское бедро ну или проще бабская ляжка для начала поставим отвариваться небольшую порцию риса примерно грамм 100 доводим его до готовности в простой обычной воде теперь возьмем примерно 700 грамм фарша и нам нужно его условно поделить пополам одну половину мы с вами обжарим другую будем использовать в сыром виде теперь возьмем одну довольно крупную луковицу и два зубчика чеснока измельчим их с помощью робота также это можно сделать с помощью ножа обжариваем лук с чесноком на небольшом количестве растительного масла когда лук станет мягким добавляем фарш обжариваем его до готовности и стараемся выпалить лишнюю жидкость что ж теперь возьмем посуду в которой будем замешивать наш фарш и что мы делаем отправляем туда обжаренный фарш как вы видите он у меня еще очень горячий ему нужно дать обязательно остыть даже отправляем приготовленный рис и пускай не минут 10-15 просто дойдут хотя бы до комнатной температуры чтобы они не были кипятком вот так я их немного смешаю и продолжают добавлять ингредиенты для котлет теперь мы добавляем остатки сырого фарша также сюда я добавляю одно яйцо из приправ я добавляю черный молотый перец и кимьон это такая специальная приправа для фарша вы же можете использовать любые приправы которые вам нравятся солим по вкусу и теперь нам нужно это все хорошенько смешать заметьте у меня стоит еще посуда с мукой но муку я буду добавлять попозже потому что нам нужно увидеть какая консистенция фарша получится без добавления муки и именно ориентируясь на него мы с вами решим какое количество муки нам понадобится сейчас вот так вот делая скидку на глаз я думаю что две ложки муки нам будет достаточно сейчас мы опять это все перемешаем и вот смотрите получаем такую довольно упругую собранную консистенцию фарша отправляем фарш в холодильник он там должен у нас провести как минимум полчаса тем временем приготовим панировку для котлет возьмем пару яиц и чтобы белок хорошо у нас растворился и не было такой тягучей нити добавим небольшое количество соли хорошенько взбиваем и достаем уже охладившийся фарш посмотрите он у нас отлично держит форму это говорит о том что наши котлетки не развалятся и не расплывутся формируем котлеты вы можете это делать на свой вкус они могут быть круглыми они могут быть вот такими классическими продолговатыми как у меня можно делать форме лепесточка но в общем это я уже оставляю на ваш вкус единственное будет пожелание не делать их не слишком плоскими но и сильно не нужно делать такими знаете пухленькими и так сформированные котлетки мы выкладываем на тарелочку и теперь нам остается только опалять их в панировке сначала мы с вами обволакиваем котлету сухарями и и затем аккуратно опускаем в яичную смесь и так же со всех сторон и и обволакиваем и выкладываем на тарелочку сегодня именно сейчас я буду готовить обеденную порцию котлет это будет четыре штуки как вы видите я их покрыла яйцом и они у меня ждут обжарки ну а котлеты которые я планирую пожарить вечером я обваляла просто в сухарях накрыла пленочка и отправляю в холодильник котлеты жарим на умеренном количестве растительного масла на среднем огне чтобы они у нас не горели и хорошо прожаривались до готовности с обеих сторон это займет примерно по 4 минутки с каждой стороны обжаренные котлеты сразу же можно пробовать также хочу заметить что они будут вкусные и в холодном виде имейте это ввиду получается хрустящая вкусная корочка внутри очень такой рассыпчатый интересный фарш в общем я вам очень рекомендую я думаю вам понравится чтобы не потерять рецепт подписывайся на канал ставь лайк ну и пиши свои отзывы до новых встреч и пока